Всем привет! Я снова рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня я решила, так сказать, немного поностальгировать и сделать подборочку с историческими дорамами. Был у меня где-то год назад период такой, когда я смотрела очень много исторических дорам, а причина тому была очень проста, потому что они все очень классные. И начнем мы, пожалуй, с относительно новой дорамы, ну как относительно 2018 года, где также снимается дио из Экса. Итак, данная дорама, муж на 100 дней, разворачивается во времена правления династии Чесон, конечно же. Да и все дорамы здесь в основном будут из династии Чесон. В стране засуха, что грозит обернуться голодом и беспорядками. Наследный принц Ли Юль не придумал ничего лучше, чем приказать выдать замуж всех незамужних девушек, чтобы задобрить небеса. Наша главная героиня Хон Сами самая старшая из категории данных дам. Впрочем, ее это вполне устраивало, однако теперь ей придется выйти замуж. В это время на Ли Юля совершается покушение. Он остается в живых, но теряет память. Появление в деревне незадачливого дурачка, который не помнит о себе ничего, дает Хон Сим шанс, и она объявляет его своим избранником. Вот знаете, молодец главная героиня, умеет выкрутиться. Следующая дарама – книга Семья Гу. Вот уже тысячу лет в лесу живет древний демон Кумихо. Однажды он полюбил обычную девушку и решил стать человеком. В этом ему должна помочь книга Семья Гу. Задача оказалась не из легких – люди шли по пятам монстра, а его возлюбленная не догадывалась, с кем связала свою жизнь. В результате все закончилось печально, но на свет появился полукровка, которому предстоит повторить путь своего отца и попытаться осуществить то, что оказалось не под силу его родителям. Скандал в Сонгюгване. Ким Юн Хи – молодая любознательная девушка, она умна и хороша в науках. Но все, что ей отведено нравами того времени, а это на минуточку времена Чесона, так это быть прилежной женой. Так случилось, что ее некогда обеспеченная семья совсем обеднела после смерти отца и болезни брата. Хрупкая девушка вынуждена обеспечивать родных и совсем не хочет выходить ради этого замуж. Поэтому, облачившись в мужские одежды, она за деньги делает шпаргалки для богатых бездарей-аристократов. Девушка, конечно же, ходит по краю пропасти, ведь выдавать себя за мужчину было запрещено и каралась смертью. Однажды Юн Хи даже выдала себя за своего брата, чтобы помочь сдать экзамен одному богатенькому парню и умудрилась поступить в Сонгюгван – элитное учебное заведение. Сам король пришел на церемонию, поэтому девушке пришлось смириться со случившимся и принять свою судьбу. В следующей Дораме «Шесть летящих драконов» рассказывается о времени становления династии Чесон и падения Карем. Дорама поведает нам историю пятого сына первого правителя династии Чесон Тхэджон Либанвона. Вместе со своими единомышленниками он постепенно шел к власти и впоследствии стал королем Тхэджоном. Бан Вон собрал вокруг себя преданных и умных людей, ставших для него настоящей опорой в борьбе с помощником его отца – премьер-министром Чо Дон Чоном. И вся наша Дорама как раз таки и вращается вокруг всех этих событий. Дорама «Королева на семь дней» Семь дней «Королевы Дон Кён» вошли в корейский фольклор как самая трогательная история любви времен Чесон и самое короткое пребывание в лице первой леди, которая составляла всего лишь неделю. Король Чун Чжон не смог предотвратить свержение своей возлюбленной и все последующие годы с тоской смотрел на горы, куда была сосуна Дон Кён. Девушка, прознав об этом, давала ему знать, что также любит его, вывешивая на склон горы свою красную юбку. По мне, так очень романтичная история, которую стоит посмотреть. Дорама «Поктанцу» описывает события периода правления короля Йончжоу в эпоху династии Чесон. Именно тогда начался заговор непосредственно против наследников, в частности, против принца Садо. Она включает в себя слияние боевых искусств и исторические события, как мы, конечно же, можем понять. Эта история в основном о друзьях по воле судьбы, оказавшихся по разные стороны. Воин «Поктанцу» стал живой легендой, создав руководство по боевым искусствам Чесони. Его отряду, защищающему королю, придется столкнуться с таинственной организацией наемных убийц, которой руководит не кто иной, как лучший друг нашего героя. Главная героиня нашей следующей Дорамы, светлой луны, очерченной облаком, молодая девушка Хон Раон живет во времена Чесона. Она искусна в поэзии и под видом мужчины, помогает сыновьям аристократов писать любовные признания. Однажды Раон попадает во дворец в качестве Евнуха и становится приближенной к наследному принцу Лиону. Постепенно парень начинает испытывать увлечение к девушке, душа его полна смущения и противоречий. Возможно ли такое, чтобы будущий король полюбил Евнуха? По мне, так одни из самых лучших Дорам – это Дорамы с гендерной интригой. Дорама – правитель хозяин маски или монарх. Влиятельный клан Зодчих привел принца на престол, сделав его своей марионеткой. Теперь уже у короля родился наследник, и тот мечтает из сына врастить настоящего правителя, который положит конец обнаглевшему клану. Но пока мальчик рос, монарх был вынужден скрывать его лицо под маской и заплатить за шесть сына высокую цену. Под контролем злодеев оказались водные ресурсы, и только по взрослевшему принцу суждено вернуть себе власть как истинному правителю – хозяину маски. Главный герой комедийной Дорамы – сказка о Нагду – молодой человек, родом из знатной семьи Чоногду. Прознав про то, что его семья выбрала для него невесту и готовится к свадьбе, он решает сбежать из дома. Чтобы на время скрыться, парень не придумал ничего лучше, как переодевшись с женщиной отправиться жить в деревню вдов. Молодец, блин. Там он встречает Дон Дон Ю, девушку, которая учится ремеслу Кисен. Хотя ей это и не нравится, но выбора у нее нет. Героиня узнает секрет Нагду, и после одного инцидента она решает выдать его за свою мать. Чоногчон «Жизнь ради любви» расскажет нам историю девушки из простой семьи, которая стала настоящей королевой. Чоногчон была дочерью простого купца, имела талант художницы и работала над созданием роскошных царских одежд. Однако, благодаря своему дядюшке, она попадает во дворец в качестве придворной дамы, чтобы быть приближенным человеком к правителю. Впереди наша героиня ожидают настоящие испытания, ведь она оказывается разлученной с родными людьми, переживает смерть отца и рабство матери. К тому же, Акчон собираются использовать в грязной политической игре, ведь именно с этой целью ее и отправили служить во дворец. Однако, несмотря на столь тяжкую судьбу, Акчон все-таки сумела покорить сердце самого правителя страны. Главная героиня дарамы «Выбор войны между девушкой» Канэн Бо пытается выяснить, кто ответственен за смерть ее сестры-близнеца. Она решает стать новой королевой. Вот так просто взяла и решила, молодец. Прежняя королева была убита в результате нападения на процессию, а король ранен в голову. Монарх выжил и теперь должен выбрать новую супругу. Чтобы достичь желаемого, девушке предстоит пройти испытания в атмосфере беспощадной конкуренции. Ее главной соперницей станет дочь высокопоставленного чиновника, которая с детства одержима королем, после того, как он спас ее от хулиганов. Тем временем, наш король видит в своих снах образ Эн Бо. Действия нашей следующей Дарамы Хачи также развиваются во времена правления династии Чисон. В государстве наступили смутные времена, должен определиться наследник престола. Принц Ли Гююм, рожденный от матери низкого происхождения, решает бороться за право стать королем. Для этого он объединяет вокруг себя трех людей из разных слоев общества. Талантливую девушку-детектива Чен Йон Джи, честного парня, стремящегося стать государственным служащим Пак Мун Цу и Шута Дальмуна, обладающего уникальными навыками боевых искусств. И напоследок, так сказать, на десерт, я оставила три Дарамы, которые, я думаю, посмотрели абсолютно все Дарамщики, но так как у нас есть новички, я специально для них расскажу и об этих Дарамах. По мнению очень многих людей, именно эти Дарамы являются просто легендарными. Первая Дарама в нашей, так сказать, сладкой концовочке «Хворан. Начало», которая повествует нам о воинах Эр-Сила, которых называли Хворанами, так как они были известны своей красотой. Мумен – простой крестьянин, который хочет прожить жизнь без сожалений, как собака и свободна, как птица. Аро обладает яркой индивидуальностью, ее родители имеют разные социальные статусы, благородного и низшего класса. Хотя девушка относится к простолюдинам, ее поведение такое же уверенное и достойное, как и у любого благородного человека. Сам Мэк Джон вынужден скрываться ото всех и поэтому никому не доверяет, очень чувствителен и раздражителен, но после встречи с Аро начинает меняться. Я вам немного поведала только о трех главных героях, но по мне так главные герои здесь абсолютно все, потому что каждый из них индивидуален и имеет свою историю, которая по ходу сюжета очень хорошо раскрывается. И за это огромный плюс, я просто полюбила каждого Хворана. Да, я знаю, что вы ждали эту дораму, ведь я ее не могла просто пропустить алые сердца корем. Данная дорама поведает нам историю простой девушки из нашего времени по имени Го Хаджин. Оказавшись в полном одиночестве, она привыкла рассчитывать лишь на собственные силы. Во время солнечного затмения наша героиня увидела, как тонет ребенок и помчалась его спасать. В этот момент Хаджин уходит под воду и когда всплывает, оказывается в эпохе корем. Помимо переноса во времени, она оказывается в теле другой девушки по имени Хэсу. В юные годы мать Хэсу погибла и красавицу взяла на воспитание родственница. Теперь же Хаджин очутилась в ее теле и сразу же попадает в разные неприятности. А дело в том, что она оказывается в правящей семье. Среди 17 принцев, с каждым из которых она имеет определенные отношения. И эти отношения и судьба принцев по ходу сюжета, конечно же, раскрываются. Честно, я даже не могу выбрать какого-то одного любимого принца. Я их всех полюбила и глубоко запрятала в своем сердечке. И последняя наша дорама императрица Ки. Ких Ван Ху родилась в Корее в семье высокого чиновника. Но еще совсем юной она была отправлена в Китай вместе с другими девушками Кагдань. Однако по воле судьбы юной кореянке удалось сбежать, после чего о ней больше никто не слышал. Наша главная героиня под видом молодого парня встала на путь борьбы с несправедливостью. За дерзость и отвагу ее прозвали Шакалом, даже не догадывая, что под столь грозным именем скрывается хрупкая девушка. В дальнейшем, по воле сложившихся обстоятельств, наша главная героиня снова оказывается во дворце китайского императора, но уже в качестве его наложницы. Таким образом, она вступает в грязные политические игры. Небольшой факт, данный сериал снят на основе исторических данных и описывает реально происходившие политические и, так сказать, амурные события в жизни правящей династии и ее окружения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok